В студии Сергей Михеев и его «Железная логика» еще продолжим о Центре исторической памяти. Напомню, тема обсуждалась в сентябре на заседании Российского Организационного Комитета Победы. И тогда Владимир Путин предложил подготовить такой проект и по Великой Отечественной войне, и собрать артефакты. И в том числе, я так понял, что именно тогда зашла речь, чтобы вот такой единый центр, как говорили эксперты, идеологического иммунитета был у нас все-таки, это ориентирован не только на людей нашего с вами возраста, а в первую очередь на молодежь, именно чтобы вот эти исторические фейки, они не разрушали мозг тех, кто подрастает, кто будет следующий за нами, чтобы они воспитывались именно настоящими патриотами. С другой стороны, предложение в Госдуме депутата, да, вполне разумное, показывать патриотическую рекламу перед сеансами в кинотеатрах. Но прокатчики, я уже читал, как бы их мнение, они говорят, ну вот, а у нас же тогда упадет это, как проходимость, будут меньше билетов покупать. Вообще какие-то оправдания просто вот безумные. Циничные. Ну, как вы всегда говорите, у них деньги перед глазами. Да, да, да. Ну да, это, собственно, опять вот, все про одно и то же, конечно, так сказать, эта песня хороша, начиная сначала, но я вот много разгрызал, еще раз скажу. Россия входит, вернее, уже вошла, как и весь мир, в довольно сложный период испытаний. Собственно говоря, он и не заканчивался, потому что эти испытания как начались, так мы в этих испытаниях живем, да, вот, ну, судьба такая, что делать, да. Вот, ситуация довольно напряженная и с точки зрения, там, экономики и политики и военных вызовов и всего остального. Делать вид, что вот в этой ситуации можно жить как прежде, на мой взгляд, это просто глупо. Причем я, например, скажем, не являюсь сторонником, знаете, какой-то такой вот истероидной такой вот тотальной мобилизации жизни. Давайте все там сейчас позаклеиваем все окна, так сказать, это самое, крест-накрест. Давайте будем ходить с мурашними рожами, как бы, да вообще перестанем там, значит, песни петь и все остальное. Не об этом речь. Речь идет о том, что надо осознать простую вещь. В режиме рыночной экономики большое количество задач, которые стоят перед страной, просто, в принципе, нерешаемы. Ну, доказывает это, например, скажем, нынешняя ситуация, значит, с оборонкой. Ну, слушайте, или с авиастроением. Слушайте, если бы мы просто тупо там все бы продали в частные руки, вернее, приватизировали, и сейчас бы вот ждали бы, когда, так сказать, частная инициатива на все наладит, но мы бы уже проиграли. Нас бы разгромили нафиг, и все. Вот, например, если бы, условно говоря, процесс приватизации и вот эта рыночная, так сказать, мысль, что называется, да, пульсировавшая в головах наших реформаторов, там, Гайдаров, Чубайсов и всех остальных, она бы дошла до логического предела, у нас бы сейчас с вами не было вообще никакого оборонно-промышленного комплекса. Они бы все приватизировали, потом практически все бы распродали, но остались бы какие-нибудь крошки, вот, а мы бы закупали технику, значит, какой-нибудь, причем третьего сорта у иностранцев, вот, и перед лицом угрозы оказали бы абсолютно бессильные. Бери нас голыми руками, как бы, я не хочу, да. Говорят, вот, у Ходорковского была идея отказа от ядерного оружия, вот, замечательно, да. От ядерного оружия, так сказать, мы бы отказались, собственно, ВПК разогнали бы, приватизировали бы, по идее Сердюкова покупали бы, значит, какой-нибудь европейский хлам, вот, тогда я помню, как бы они... — Мистрали эти. — Да, они, так сказать... Не, Мистрали-то еще ладно, Мистрали еще туда-сюда, не самый плохой корабль, а то там были же тоже эти пробные партии бронеавтомобилей и ВЕКа закупали, вот эти вот, ну, вот, как мне говорили люди, которые их испытывали, ну, просто полное дерьмо, ну, то есть, как бы, ну, это вообще ни о чем. Ну, это ездить по хорошим асфальтовым дорогам, как бы, да, вот на них, может быть. Ну, как полицейский автомобиль, может быть, или автомобиль, например, там, ну, полицейского спецназа, может быть, а вот так вот, вообще, он для боевых действий, он вообще не годится, и непонятно, зачем их делают там, вот, и все, мы бы оказались ни с чем. То есть, если бы у нас что-то не оставалось фактически в руках государства или под государственным контролем, пусть даже и в форме акционерных обществ, мы бы вот сейчас с вами, так сказать, пролетели бы просто как фанера над Парижем. Вообще ничего бы не осталось от нас в одну секунду. Мы бы пролетели еще дальше, если бы нефтегаз растащили. Да, да, именно так. Это я к чему? Это я к тому, что и во многих других сферах жизни сейчас очень важные задачи не могут быть выполнены в рамках, условно говоря, частной инициативы. Я совершенно не против, значит, частной собственности, абсолютно я не против предпринимательства, вот, и я за партнерство, там, частно-государственное и прочее-прочее, но есть вещи, которые только государственными директивами решаются. Вот к вопросу о пропаганде, да. Ну, понимаете, если у нас все кинотеатры в частных руках, если у нас весь кинопрокат в частных руках, если у нас все кинопроизводство в частных руках, а государство вообще в сфере культуры сделало вид, что это не его дело, ну, ничего и не будет. Ничего и не будет. Да, значит, одним только госзаказом на какие-то нам ограниченные количества фильмов, это не решается, потому что фильм фильмом, но фильму нужна хорошая реклама, нужен хороший прокат, вот, и если прокатчики, так сказать, за это не берутся, все. Считайте, что вы выбросили деньги на ветер, один раз показали и забыли навсегда. Ну, первоначально, я думаю, нужен хороший фильм, а потом уже хорошая реклама. Нужен хороший фильм, но я с вами согласен, Павел, несомненно, но вы знаете, есть, мне кажется, немало примеров с голливудской продукцией, когда фильм-то, в общем-то, не очень-то и хороший, но только его раскрутили так, что, как бы, вот, это не очень хорошее, так сказать, унылое, значит, дело, да, или, ну, по крайней мере, стандартное, скучное, посмотрело гораздо большее количество зрителей, чем, может быть, такой же фильм отечественный, или, может быть, даже лучший. Вот, потому что тот не рекламировали, а этот рекламировали. То есть здесь, в сферу культуры, государство должно вернуться, по крайней мере, в стратегически важных его областях. И вот, когда вы спрашиваете, что важно, что не важно, да, тема Великой Отечественной войны, она крайне важна, но на самом деле важно и не ограничиваться только Великой Отечественной войной. Понятно, сейчас актуальность этого, она достаточно высока, и тема борьбы с неонацизмом, как бы, она, значит, находится в центре внимания. Но вот сейчас вот у нас с вами, значит, последний, как бы, эфир перед 4 ноября, Днём Народного Единства. А что у нас вообще народ про это знает? Очень немного. А что, так сказать, снимали про этот? Один-единственный фильм 1612-й. И всё. 1612. Кстати, неплохой фильм по поводу того, перебью вас, Александр Ильич, что знают, что не знают. Опрос был буквально вот накануне, что мы отмечаем. Да, все опрошенные сказали, что это важный праздник, День Народного Единства. Вот. И второй вопрос был, собственно, что празднуем. И о происхождении праздника по-прежнему многие незнакомы. Всего лишь четверть, меньше четверти сказали, что речь идёт о памяти об освобождении столицы Москвы от польской интервенции. Почти 60% затруднились ответить. Я уверен, что те, кто ответил, это люди старшего возраста. Ну, скорее всего. Школьники могут быть. Там в школьной программе это достаточно активно всё описывается. Мы должны нашу историю всё-таки представлять неразрывным процессом. Неразрывным процессом преемственности нашей государственности в веках. И здесь важно и открывать центры, и важно, так сказать, музейные экспозиции делать. Но учитывая тот факт, что кино действительно является на сегодняшний день важнейшим из искусств, видов искусств, да. Ну, и всё, что вокруг, не только кино, но и кино в первую очередь, да. Конечно, здесь надо очень серьёзно стараться создать целую программу, значит, по созданию, мне кажется, исторической кинопродукции, причём такой не мифологического характера, а достаточно серьёзно опирающейся на факты, которая бы представляла нашу историю в её непрерывности, акцентируя на самых важных её вещах цивилизационной, так сказать, суверенности, независимости. Например, скажем, на том факте, что всё-таки, например, все наши военные победы всегда, вот если сейчас вот на фоне израилевско-палестинского конфликта, осенялись, как бы, да, традициями милосердия, осенялись традициями, так сказать, человеческого отношения даже к поверженным врагам. Это очень важно. И все исторические эпохи всё-таки попытаться их представить. Вот сейчас я сказал про День народного единства, ну, ты говоришь, один-единственный фильм за всю постсоветскую историю был снят. А, кстати говоря, в советское время вообще ни одного фильма на эту тему, ну, какие-то совсем чёрно-белые там были там такие вот, какие-то очень старые фильмы. А скажите, вот за прошедшие там 30 постсоветских лет можете назвать какие-нибудь выдающиеся произведения киноискусства по поводу войны 1812 года? Да, вот что-нибудь было такое? Ну, я видел какой-то там вот один фильм кусочками там, который в таком тоже полумифологическом виде там представлял вот этот партизанский подвиг, сам уже забыл, так сказать, да? Женщина-то у нас была. Сейчас вспомнили. Все забыли, вот так. И мы даже, даже мы с вами забыли, да? Вот. А победа-то была грандиозная. Наши войска дошли до Парижа. Хочется сказать, так сказать, алло, гараж, да? На секундочку. Враг захватил Москву, хотя в тот момент Москва не была официальной столицей, да? Но потом, как бы, да, мы не просто его отбросили и изгнали из своих пределов, а дошли до Парижа. За 30 постсоветских лет что-нибудь снято по этому поводу? И вообще с момента Бондарчуковской, так сказать, войны и мира что-нибудь снято? Сложно перебить это полотно. Это понятно, но это полотно все-таки по книжке, так сказать, Толстого. Оно не совсем про войну. Оно, как бы, да, про многое другое. Вот это надо делать и без рекламы, и без проката. Мы никуда не денетесь. А если вы будете ждать, так сказать, пока прокатчики придут в себя, ну ничего и не будет. Василиса Кожина, женщина-партизан, 1812 года. В Москве есть улица такая. Сейчас секундная пауза, продолжим. Школьников надо, в том числе, на эту улицу Василиса Кожиной водить и рассказывать, кто это, что это. Вот просмотр кинопродукции. Вот, кстати говоря, Георгий Шахназаров когда-то был в передаче «Традиция» у меня, но он везде об этом говорит. Но я его поддерживаю в том смысле, что, может быть, сделать в школе, тоже в качестве отдохновения, даже если хотите, например, скажем, урок, например, один раз в неделю или хотя бы один раз в месяц, например, киноурок, где показывать лучшие кинопроизведения, отечественную, так сказать, отечественную классику, советскую и лучшие произведения, и постсоветские, да, на исторические темы. Это может быть даже в дальнейшем с обсуждением фильма. А вот, мне кажется, это было бы интересно. И говорить, что да, им, школьникам, будет неинтересно, но вы за них тоже не говорите. Да, конечно, поколение такое, уже серьёзно, как бы, да, зашлифованное, значит, интернетом, но тем более, может быть, им будет интересно посмотреть эти фильмы. Вот, может быть, они что-то скажут по этому поводу, да, как-то у них это отложится в голове. Театральные постановки, связанные с этим, их тоже немного, откровенно говоря, да. Мне рассказывали, перебью вас, что достаточно сложно сводить школьников на театральную постановку по классике, по ещё русской классике. Там буквально один спектакль, билеты распуклены на полгода вперёд. Да, вы ещё поищите эту классику, да, её нет нигде. Все же там, это самое, интересничают, все наши театральные деятели, всё экспериментируют, причём очень часто экспериментируют тоже за счёт вот этого, как они говорят, переосмысления классики. А мне кажется, очень часто это переосмысление превращается просто в самоутверждение за счёт обезображивания этих классических произведений, да. И, кстати говоря, что-то тоже касается вот этого переосмысления. Ну, слушайте, вот вы, например, приходите в музей, да. Иногда, может быть, это, если это сделано хорошо и с чувством уважения к классике, да, это неплохо может получаться. Но очень часто, мне кажется, это делается ради самоутверждения за счёт разрушения, за счёт осмеяния и, в целом, за счёт, так сказать, стремления как раз исказить реальные смыслы, которые автор в это произведение вкладывал под девизом того, что надо это осовременить. Ну, вот у меня такой вопрос. Вы в Третьяковскую галерею приходите и смотрите там картины прошлых веков. Вам не приходит же в голову как бы их осовременить? А что, давайте вон там висит какая-нибудь картина, давайте ему джинсы нарисуем, осовременим. Условно говоря, вот, значит, какая-нибудь классическая картина, называйте любую, любого автора. Что-то они там как-то несовременно выглядят. Давайте вот этому пририсуем телефон, а тому джинсы нарисуем, а этой там мини-юбку, так сказать, или ещё что-нибудь, хотя мини-юбки сейчас это не в моде, вот, это самое. Или ещё что-нибудь такое. Осовременим, что-то несовременно как-то. Глупо, да? Звучит глупо и там смешно. А вот, например, с театральными постановками, с литературной классикой, да, вот это можно. Давайте осовременим, давайте всё это вот так вот исказим и прочее, прочее. Слушайте, ну, это же тоже, как бы, ну, мягко говоря, нечестно. Вот, ну, если ты такой талантливый, ну, иди-то напиши что-нибудь такое, чтобы оно осталось в веках, что называется, да, чтобы тебя потом пытались осовременить. Иди и напиши что-нибудь такое. Не можешь. Значит, не можешь, и тогда пойдём, значит, изгаляться над классиками-то, да, так сказать, пойдём изгаляться над текстами гений в прошлых лет, причём начнём это делать совершенно неуважительно, вот, искажая все смыслы, вот, и, в общем-то, так сказать, с целью одной сделать шкандаль, что называется, да. Вот, мне кажется, это важно, вот те же самые театральные постановки, несомненно, тут должны быть квоты, должны быть квоты, которые субсидируются государством для того, чтобы дети могли пойти и посмотреть. Вот, я знаю, что если там это поставлено, так сказать, с любовью, да, это очень всегда интересно, и, на самом деле, за них не надо решать. Вот, у многих из них это вызывает, ну, интерес, реально, а потом для многих это просто какое-то там откровение, они ничего этого не знали, они тупят всё время там в эти тиктоке, вот, и, может быть, даже, может быть, даже им это интересно, потому что это резко отличается от той среды, в которой они уже там годами привыкли находиться. Это такой вот, знаете, как это модно говорит тоже, разрыв шаблона. Так что вот это тоже всё имеет отношение к исторической памяти, тем более, вот, я люблю тут про литературу порассуждать, вот, тем более, что действительно вот у нас просто кладезь мудрости и в том числе исторического знания в нашей отечественной литературе, ну, в первую очередь, XIX века, конечно, но и не только XIX, да, и там XX, вот, ну, и есть и более ранние произведения, вот, ставьте их, это само по себе историческая память, это тоже историческая память сама по себе, потому что большинство этих сюжетов, они же происходили в конкретных исторических условиях, вот, и поэтому они сами по себе учат историю, да, в том числе, особенно, особенно, когда вы, значит, их вот ставите так вот бережно, тут же тоже такая штука есть, что вот как музей, ещё раз говорю, да, когда классика ставится вот один в один, ну, например, та же самая молодёжь может увидеть, условно говоря, там, костюмы того времени, значит, интерьеры того времени, да, вот, речь того времени, да, и это тоже историческая память. Если вы хотите донести до них смыслы этого произведения, вам кажется, что для этого надо изменить антураж, ну, может быть, и надо это сделать, да, но вот, что касается исторической памяти, может быть, иногда важно поставить это абсолютно вот один в один, как это было написано, один в один максимально близко к тем вот картинам, декорациям, там, да, костюмам того времени. Это, считайте, что как в музей сходить, только оживший музей. Вот недаром сейчас во многих музеях, да, вот я недавно был, тогда редко удается куда-то поехать, но вот недавно я не так был давно, так сказать, в нашем замечательном в Санкт-Петербурге и ходил там в Эрмитаж, вот, и там вот эти вот такие аудиогиды, например, когда очень неплохо придумано, когда, ну, это касается, в основном, правда, таких вот больших известных картин, полотен, там в наушниках стоишь, а там тебе рассказывают историю создания, там, описывают сюжет, ну, это очень интересно, особенно если там так это хорошо сделано, там, под музыку какую-нибудь, но это вот даже местами завораживает. Вот смотришь, вот если бы ты просто смотрел на эту картину, да, ты бы даже, может быть, не имел вот такого впечатления, как если бы тебе вот там слушаешь и тебе рассказывают, вот здесь так, здесь так, как бы история создания такая-такая, вот, это же здорово, вот, а и также и в этом смысле и классический театр, это, если хотите, ожившие картины прошлого, это тоже историческая память, да, вот мы оттолкнулись от решения по созданию центра исторической памяти, но это же тоже историческая память, то есть человек, вот, выпавший полностью из исторического контекста своей страны, он теряет связь с Родиной, даже может здесь находиться, а не иметь никакой связи с собственной страной, с собственной историей, особенно если ему еще, так сказать, активно заливают в уши куда-другую версию событий, тут же, знаете, какая штука, можно сказать, да зачем этим заниматься, вот захочет, сам узнает, это если бы мы были в каких-то, знаете, идеально лабораторных условиях, а на самом-то деле и с нами, и с нашей молодежью, и с нашими детьми ведется сверхактивная работа неких зарубежных центров распространения собственной культуры, иногда очень сомнительной, собственной версии истории, если бы еще этого не было, то ладно, можно бы сказать, там, ну вырастет, прочитает, но это же не так, то есть там, где мы с вами ничего не делаем, там наши конкуренты, а то и враги откровенные, очень много чего делают, причем делают каждый день, с утра до вечера. И на это выделяются у них большие деньги. Да, и на это выделяются большие деньги, поэтому, мне кажется, вот эти разговоры, ну, они сами как-нибудь там, типа, вырастут и поймут, да нифига подобного. Если не работать, если не возделывать, что называется, да, так сказать, ваш сад-огород, то он зарастет сорняками и сдохнет постепенно. Про 4 ноября буквально полминутки остаются, но задам вопрос. Вот за прошедший год, на ваш взгляд, Алексей Александрович, народное единство, оно серьезно усилилось? Ну, мне кажется, да, что на фоне испытаний, знаете, всегда происходит ситуация, когда большинство сплачивается, ну, отсеиваются люди, которые там, условно говоря, а, испугались или б, оказались, так сказать, по ту сторону сознательно, но большинство, несомненно, да, сплачивается, даже, может быть, и на каких-то плохих новостях, так сказать, на необходимости эти проблемы преодолевать. Вообще, ну, как бы, да, трудности очень часто выявляют истинное, так сказать, положение дел, как бы, да, и людей сплачивают. Поэтому я думаю, что праздник народного единства сейчас особенно актуален.